МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это спектакли, участники которых объединились для того, чтобы собрать средства на помощь детям. Это денежные взносы сотрудников министерств и ведомств, администрации муниципальных образований нашей области в общую копилку добрых начинаний. Цель благотворительного марафона, благотворительной акции, это объединить все наши усилия, и чтобы помощь была действительно адресной, для того, чтобы нам можно было контролировать этот процесс. Причем, вот это самое, наверное, главное условие, что адресность и прозрачность движения этих денежных средств, которые поступали на счета благотворительных фондов. Сегодня желание оказывать помощь людям, разделяя их трудности, становится приоритетным направлением многих оренбургских фондов, общественных организаций, предприятий и простых людей. Среди пионеров благотворительного движения фонды «Будущее Оренбуржья» и «Необыкновенное чудо» – компания «Оренлег». Юрий Александрович захотел, чтобы у нас был так же, как он посещал в командировке город Белокурих у Алтайского края, у них там проходит губернаторский марафон, и он вот сказал, что нам здесь надо что-то сделать подобное, и надеясь, как говорится, что какие-то добрые дела приведут к тому, что это будет еще и продолжаться. Более 5,5 миллионов рублей было собрано сотрудниками органов исполнительной власти и муниципалитетов для адресной поддержки тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Велась работа по обеспечению малообеспеченных граждан многодетных семей продуктовыми корзинами, одеждой, обувью. Особенно хочу отметить в данном направлении по обеспечению одежды, обувью и также поддержкой финансовой благотворительный фонд «Байтарек» влился тоже в нашу работу благотворительного марафона. Каждый взнос – это вклад в реализацию важных социальных инициатив, в центре которых оренбуржцы. Это внимание и помощь конкретной семье. У дедушки мороза горячая пора. Аня и Кирилл живут в Бузулуке. Они очень любят рассказывать стихи. Когда родители узнали о том, что у малышей детский церебральный паралич, были в шоке, но не опустили рук, решили бороться. Сейчас в основном мы ездим в Челябинск, в этот центр медицинский Сакура. Там очень нам нравится эта физическая физкультура, которая нам необходима. Врачи говорят, что при такой реабилитации, как прогнозы у нас есть, что дети будут ходить. Курс восстановительного лечения в коммерческом центре стоит 160 тысяч рублей. Координационный совет марафона «От сердца к сердцу» выделил семье Ларионовых необходимую сумму. Мы получили еще один курс реабилитации, съездили на четыре недели. И очень как бы есть результаты. Стали дети еще крепче, больше стали вставать на коленки, на высокие. И уже Кирилл пытался от инструктора пойти пару шагов сделать самостоятельно. Чему мы очень рады. У Алины Шалобаевой из Сорочинска также появилась возможность пройти высокотехнологичное лечение. У девочки редкое заболевание – лимфатическая мельформация костной ткани. И только в Москве можно было сделать нужную операцию. Только в 2015 году поставили диагноз, потому что это редкое орфарное заболевание. Вот как-то так. Потом мы прошли обследование в Москве, в разных больницах. Делали… В 2015 году уже оперировались. Нам вводили блеомицин, противорабковый, противоопухолевый препарат. И после результата не принесло, рост продолжался. Нам назначили, чтобы мы были по квоте, оперировались в республиканской больнице города Москвы. Марафон «От сердца к сердцу» обеспечил семье Шалобаевых перелет в Москву. Сегодня 12-летняя девочка уже находится в станатории «Жемчужина Бора» в Бузулуке. Вместе с бабушкой получает необходимые процедуры для восстановления. Персонал хороший. Все девчата доброжелательные. Кормят, поют хорошо. Выходим гулять. Палки нам дали эти специальные. Алина тоже с палками ходит. Воздух хороший. Молодцы. Спасибо, что выделили путевку на реабилитационный центр. По назначению врача Алине назначена ингаляция с ромашкой, как общеукрепляющая, уфозьевы носа и водная ванночка для ножек, электромассаж. Нога успокаивает, расслабляет, как точный массажик для ножки. Благотворительный марафон «От сердца к сердцу» собрал большое число неравнодушных оренбургсов. Каждый, кто принимает участие в этом проекте – люди открытые, готовы ближнему подарить тепло своих сердец, оказать поддержку. В их числе и самодеятельные артисты. Уже стали знаменитыми благотворительные спектакли «Покровские ворота», «Рыжий, честный, влюбленный». Мне очень понравилось. Особенно главные герои. Они очень хорошие. Мама тоже добрая у него, хотя папа стоял на своем все время. Он так хорошо играл. Прям дух захватывал. Это очень поучительный спектакль, что нужно быть честным и не нужно никогда никого обманывать. Мы, когда узнали с детками, что это благотворительное мероприятие, мы сразу очень много из класса деток с удовольствием присоединились. И вот новый спектакль творческой студии «Таланты», который венчает благотворительную эстафету 2017 года. Это новогодний мюзикл «По ту сторону сказки». Я пойду лиматенько, я пойду лиматенько в зеленую рощу, зеленую рощу. Я занимаюсь в студии «Таланты месяц». Я первый раз вхожу на сцену. Я очень волнуюсь, но одновременно и рада, конечно, за то, что я добилась всяких успехов всего лишь за месяц. Спектакль благотворительный. Я очень рада, что мы можем помочь кому-то развиваться, быть умными, сильными. Бри мне, оборотень мерзкий, знаю я вас! Какой оборотень? Я Маришка, дочка бабыки, а это принцесса Любава и кастелинка прекрасная. В течение недели по три спектакля в день отыгрывали юные актеры. Каждый из них выходил на сцену, отчетливо понимая, это не просто постановка, а мюзикл, который может спасти чьи-то жизни. Именно чувство ответственности помогло исполнителям и руководителям объединиться и в рекордно короткие сроки подарить жителям Оренбурга настоящую новогоднюю сказку. Попробовал с нуля сделать какой-то некий новогодний компусик на острую тему. Дети не читают старые добрые сказки. Никому они не нужны. Все в гаджетах, все в компьютерах, героях Марвел, свинках Пепе, смуртификов, пупсиков и так далее. Надо поднять этот вопрос. Надо как-то постараться подать известные герои, ту же Бабу-Ягу, того же Кащея и так далее. Подать как-то так, чтобы оно было удобоваримо, воспринимаемо и любимо современными детьми. Мы очень довольны детьми. Мы очень гордимся тем, что они смогли собраться, что они смогли включиться. И честно могу сказать, до последнего не верила, что вообще что-то получится. Потому что молодая, очень молодая студия. Но учитывая, что у нас заняты практически все студийцы, то есть все детки, которые в нашей студии занимаются, то у нас получилось. У нас получилось. Мы очень благодарны детям за это в первую очередь. Благотворительность вошла в нашу жизнь. И скафета «Добрых дел» продолжается. Марафон «От сердце к сердцу» объединяет деятельных и неравнодушных оренбуржцев. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА ЗДЕСЬ» СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА ЗДЕСЬ»